На Итон ТВ продолжается программа тема дня. Итак, мы продолжаем освещать, слушать мнения наших коллег по поводу самых актуальных событий последних дней. Совсем недавно, на днях в конце этой прошлой недели, лидер израильской оппозиции Ицхак Герцог сделал заявление о том, что наша страна могла бы принять какое-то количество сирийских беженцев, которые сейчас, как мы знаем, заполняют страны Европы. Он выступил с таким призывом, правда, он не говорил о каком количестве речь идет по его мнению, но тем не менее это заявление прозвучало и широко освещалось в нашей прессе. Его услышал и редактор сайта «Курсор» Максим Лурие. Вот его ответ в его традиционной рубрике. Его ответ и его мнение по этому поводу. Предводитель Аладдей Санинского лагеря Ицхак Герцог, выступая в минувшую субботу в телеверии, призвал Биби немедленно начать абсорбцию беженцев из Сирии в Израиле. Потому что, по мнению Божия, это а. приблизит Израиль к европейским демократическим ценностям, б. покажет, что евреи неравнодушны к проблемам беженцев, в. продемонстрирует, что гуманизм и толерантность нам не чужие, ну и так далее. Я бы лично подводил Бужа, если бы, толкая эту речь, он произнес то, что сказал, обращаясь к согражданам, премьер-министр Финляндии Юха Саппеля, а Юха Саппеля сказал, что лично готов поселить в своем доме семью беженцев из Сирии, потому что иначе никто не поймет, что пришельцы ничем не угрожают Финляндии. Ну что, Бужи, готов поселить у себя в доме милых сирийцев, ну хотя бы не сирийцев, а ретрейцев с суданцами, тоже ведь несчастные ребята. Ну и вдогонку, мне лично крайне любопытно, почему ни Бужи, ни его идейным собратьям в Европе не приходит в голову простой вопрос. По какой причине беженцы из мусульманских стран бегут не к своим братьям-мусульманам, а именно в Европу? В мире, как известно, насчитывается 57 стран, объединенных в организацию исламского сотрудничества. Проживает там под миллиард человек, так что 11 миллионов беженцев, которые насчитала ООН, они могут принять и даже не заметить. Ладно, пусть не мусульманские страны, а только арабские. Их, между прочим, тоже 23. Совокупным населением около 350 миллионов человек и с общей площадью в 13 миллионов квадратных километров. Это, кстати, вторая по площади после России беремистическая единица. Так что и там спокойно могли бы пристроить беженцев. Но! Но братья-мусульмане к своим не хотят. Хотя денег в Саудовской Аравии, Кувейте и прочих навалом, и путь туда, как известно, короче. Более того, и сами арабские визоры, которых, казалось бы, больше всего на свете заботят беженцы, не палестинские, разумеется, не спешат открыть объятия для жертв агрессии. Ну, и израильские, разумеется. Египетский миллиардер Нагипсавирис недавно заявил, что готов целый остров у Греции или Италии купить для сирии скалякских беженцев. И выложит за это 100 миллионов долларов. А в родной Египет не-не, только на остров. Боже и его идейным собратьям в Европе почему-то не приходят в голову, что народ валит к трахнутым демократам, потому что там социал и сплошная толерантность, позволяющая неплохо жить, нифига не делая. В израиле, замечу, и без сирийцев достаточно хлебников, да еще и с эритрией сюда нам подъехали. Так что свою долю идиотизма мы уже отрабатываем. Итак, это был последний репортаж сегодняшнего выпуска программы «Тема дня» на Итон ТВ. Я Павел Маргулян. Ну а так как, господа, я с вами встречаюсь, скорее всего, последний раз до наступления Еврейского Нового Года, до праздника Росшана, разрешите мне пожелать всем тем, кто празднует этот праздник, и вообще всем нашим телезрителям «Хак Самех», что в переводе с эврита означает «Веселого праздника». Продолжение следует...